Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Регина Тодоренко и домашнее насилие. Класс народа». О, наша любимая передача. Давненько нам её не заказывали. Смотрим. ...в социальных сетях и выбираем странные комментарии взрослых людей. Это Класс народа. Юмористический аграрное шоу. Бля, он сначала загорел, потом на волосы побрился. Это не очень хорошая идея. Регина Тодоренко дала интервью журналу PeopleTalk, в котором заявила, что жертвы домашнего насилия сами виноваты. Мой муж меня бьёт, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделал для того, чтобы он тебя ударил? Я нашёл этот фрагмент далеко не сразу, потому что каждый раз, когда включал ролик, откликался на то, как таращит Влада Топалова. С односторожним мышлением, а есть те, которые мыслят, ну, как орёл и решка. Быть моногранами. У мужчин так не получается. Они более узко поднимать эти ценности жизненные наши. Мы наоборот их. А всё выставили и уехали. Когда интервью разошлось по соцсетям, сотни людей в праведном гневе воскликнули. Кто такая Регина Тодоренко? Если не рассуждать чисто биологически... ...то Регина Тодоренко прославилась участием в шоу «Орёл и Решка». Там она наслаждалась тем, чего у большинства россиян никогда не было. Я имею в виду за гранд-паспорт. За недавнего времени... Смешно, смешно. Жгёт прям. Единственным скандалом с её участием был ролик, где Регина Тодоренко в качестве одного из лиц канала НТВ призывала всех сидеть дома во время карантина и учить иностранные языки. Вам не кажется, что пришла пора освежить забытый иностранный язык? Оставайтесь дома, берегите себя. Тогда люди с двойными фамилиями — очевидно, дворяне — на идеальном русском языке защитили свою культуру. Ситуация прояснилась, когда у людей наконец открылся поиск... Бля, я пропустил сообщение. ...на дворяне на идеальном... Ну, это сообщение настоящего патриота. ...в русском языке защитили свою культуру. Ситуация прояснилась, когда у людей наконец открылся поиск Mail.ru, и они выяснили национальность Регины Тодоренко. С другой стороны, многие еще помнят, как она трогательно узнала мужа на шоу «Маска». Возможно, они для этого и поженились, чтобы Влада Топалова кто-то узнавал. Но, как говорит Павел Прилучный... И кто такой Влад Топалов, блядь? Блогер какой-то, что ли? Вернемся к домашнему насилию. Многие комментаторы считают, что ударить женщину можно, если она этого заслужила. Например, если разговаривала. Это зафиксировано в... Не, ну это контекстуально очень. Народной мудрости с помощью мемов. В 70% случаев женщины сами провоцируют скандал. А умение заткнуться и помолчать 30 минут – это дар божий. Это тоже правда, потому что приведены цифры. Ни на чем не основанные и взятые из головы, но все-таки цифры. От того, как много людей считают возможным бить своего партнера за слова, просто волосы на голове встают дыбом. Простите, старый текст. Даже сами женщины говорят про других женщин, что они без пиздюлей, как без пряников. Каждый раз, когда я слышу это выражение, хочется его продолжить. Без пиздюлей, как без пряников можно обойтись. Ну, как говорил Ницше, идешь к женщине, возьми плетку. Они сильно переоценены. Особенно мятные. Поэтому я не понимаю людей, которые осознают, что женщин бить не... Мятные пиздюли? Что? Нельзя, но жизнь диктует другие правила. Кто тебе диктует правила? Голоса в голове? Насилие это пока еще часть нашей культуры, потому что даже воспитание детей у нас связано с лещами и ремнем. И ничего, людьми же выросли. Я зашел в первый попавшийся паблик про воспитание детей. Там женщина по имени Марин Кофея всем неопытным родителям на полном серьезе советует найти в интернете домострой, где написано «Лупить надо». Наверное, тяжело когда... Прикольно. Это традиционализм. Живешь по домострою, а тебе уже надо голосовать за поправки в Конституцию. Так что сама мысль... Ну так поправки-то они сводятся к тому, чтобы верховный правитель, он неограниченное количество раз, то есть получал новые сроки, значит, продление своих полномочий. Что отношения в семье могут строиться не на физическом насилии, уже кажется людям чем-то запретным. Например, некто Рауф не готов это обсуждать. Он уже отписался от комсомольской правды, потому что там писали про геев и проституток. Какой комсомол, такая и правда. Прогрессивно по местным меркам выглядит Яков Иванович, который считает, что бить нужно всех, потому что это равноправие. К сожалению, вариант «Никого не бить» пока не рассматривается. Но тут еще есть великая фраза «Перед законом все равны, значит, за базар должны отвечать одинаково». Величайшие умы России сидят. Тему продолжает Михаил с вопросом «А когда бьет жена мужа?» Ну, что же Достоевский сидел. Кто не сидел, тут не русские, а кто один раз сидел, салага. Это насилие или феминизм? Надеюсь, Михаил не для себя спрашивает. Только очень маленький процент комментаторов в «Одноклассниках» считает, что насилие неприемлемо. Ведь даже в фильме «Гладиатор» рабы сопротивлялись. Когда-нибудь мы станем жить цивилизованно. И когда-нибудь фильм «Гладиатор» перестанет быть для нас энциклопедией семейной жизни. Мне кажется, Регина Тодоренко просто никогда... Ну, тем более, что фильм «Гладиатор» он исторически очень недостоверный. Так, пишет, что Влад Топалов это певец. Бля, первый раз слышу про такого певца. Когда не задумывалось, что своими высказываниями, шутками и мемами мы закрепляем в собственном сознании, что насилие это нормально. Подозреваю, что Регина Тодоренко... О, цыганская любовь. Все вы помните про шоколадку. Просто росла в нормальной любящей семье, где всего этого не было. Проверять я это, конечно, не буду, потому что моим рекомендациям в Ютубе уже кобздец. Поэтому она просто не знает, о чем говорит, и это нам напоминает о другой важной проблеме. Мы перестали считать блогеров людьми третьего сорта. Мы смотрим их, читаем и доверяем. А потом вместе с Викторией и Бонней начинаем воевать с 5G. В итоге к нам из нижнего... Да, я только хотел сказать про 5G. ...интернета поднимаются такие картинки. Хотя вряд ли стоит бояться 5G, если у тебя Моторола Рейзер. Так что, возможно, нам просто стоит перестать слушать разных счастливых людей. Кто они такие, чтобы указывать россиянам? Конечно, я не буду на этом шоу снимать маску иронии и рассказывать о случаях домашнего насилия в моей семье. Но сам факт, что я занимаюсь комедией, должен о многом говорить. Так что просто предложу вам поддержать какую-нибудь благотворительную организацию, например, Насилию.нет, и на этом закончу. Для всех мудрых женщин и мужчин, которые вынуждены оставаться в заперти, наши друзья из Quiz Please изобрели новый формат. Теперь они проводят игры в прямом эфире через сеть интернет. Это работает так. На одном гаджете вы запускаете стрим с ведущим и вопросами, а по-другому созваниваетесь со своей командой и обсуждаете ответы. Наконец-то вы поймете, зачем вам дома столько телефонов и планшетов. В остальном это тот же Quiz Please, только лучше. Теперь в Quiz Please можно играть голым. В смысле, можно было и раньше, но теперь больше одного раза. Конкуренция в Quiz Please теперь острее, ведь вы соревнуетесь не только с теми, кто под вечер дополз до бара, но и с командами со всего мира. Теперь вы почувствуете, каково это, не ответить на два вопроса и занять 78 место. Зато если победите, можете себя считать суперчемпионами. Если вы с друзьями впервые записываетесь на Quiz Please, то с 3 по 10 мая вы можете это сделать со скидкой 30%. Для этого перейдите по ссылке в описании видео, введите промокод родной стрим и укажите, что играете в первый раз. Промокод действует только для первой сотни команд, так что досмотрите ролик, заведите друзей и сразу регистрируйтесь. Пользователи приложения для прямых трансляций ОКЛАЙП покажут вам, чем заняться дома вместо насилия. Маску тоже кто носит? Кто обязан маску носить? Кто находится на карантине? Человек, который заболел. Они же сейчас как заставляют носить всех. С чего? Это не страна продажная, люди. Причем тут страна? Страна, она замечательная, СССР. Кстати, СССР у нас до сих пор. Нас нету страны под названием Российская Федерация. Ну, вообще СССР тоже государство, а страна Россия называется. Ну ладно. Человеку в темных очках виднее, конечно. И, кстати, я смотрел паспорта, вот эти наши, которые Российская Федерация, они незаконные. Прописка, там же не написано, что ты прописан по такому адресу. Там написано, что ты зарегистрирован по такому адресу. Регистрируют обычно кого? Гастарбайтеров, правильно? Хорошая штука интернет. Очень много, столько полезной информации, его можно узнать, это вообще. Так, теперь давайте в романсы уйдем. Гай Фокс, ты ли это? Как называется песня? Это Тамара Синявская песня «Дым». Первая отгадала Beautiful Soul. Третий балл девчаткам, счет становится 8-3. Beautiful Soul, видите, как красивая душа. Столько видео сейчас, пожалуйста, смотрите. Сегодня, кстати, знаете, что узнал? Информацию какую? Я ведь не знал, я знал, что Гитлер еврей. И евреев он не уничтожал. Бля. Такое ощущение, что мы не выключали ролик Клим Саныча. Наоборот, как бы, больных уничтожало. Здоровых по всему миру он расселял потихоньку. В саркофаге лежал гуманой от КГБ, по черепу лицо восстановили. А, что, ничего удивительного. Недавно, давно на земле самого зарождения земли. Наташа, а ты знаешь, что я Кобякову песню дописал? А ты знаешь, что некоторые песни, которые Кобяков исполнял? Это мои песни. А! Наталья Молчанова. А! Ты слышишь, нет меня? А! Наталья Молчанова. Ты слышишь меня, нет? Эй, ты! Тоже была атака на Челябинск, тоже вот это. Да, потом эти люди делают на меня заплачительные ролики. Энергетическим оружием. Это не Митя Риджи был вовсе. Это, как тебе сказать, наподобие энергетического шара, которым атаковали на землю, по-моему. Неправда, это Никола Тесла спровоцировал взрыв в ионосфере своей вышкой. Вы меня не обманете. Его взорвали в воздухе. Женщины с народом, приятные, встретят мужчинам в пути и помогают мужчинам, мужчинам, взлетят на жизнь и идти. Вот. А вот теперь пиздуй отсюда, на все четыре стороны. 53 годы Наталья Молчанова. Помните комментарий про то, что умение помолчать — это дар божий? В этом есть доля правды. Это рубрика «Комментарии без комментариев». Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьер-министра вместо заболевшего Мишустина. Очень похоже на тихую смену марки. Термин из «пчеловодства». Блин. Это новая конспирология. Там, короче, у них вместо рептилоидов инсектоиды, по-моему. Нам что-то такое заказывали на стриме. В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната. Волгоград, как всегда, взрывается. У нескольких священников в Челябинске обнаружили коронавирус. Болезни — это грех. Ну, кстати, у священников начали, в частности, вот на Украине, и у монахов находить коронавирус. После того, как местный их патриарх Филарет, он сказал, что коронавирус — это наказание за садомию. Что, типа, только садомиты болеют этим. И тут херак началось. Уничтожили троих террористов. Молодцы, силовики. Заодно бы еще Ельцин-центр уничтожили. Вообще б вам уважуха была. Пентагон подтвердил подлинность фотографий, на которых изображены НЛО. Так этот Пентагон увидел, что устрашать Европу и Англию нечем. Уже в угрозу России никто не верит. Давай устрашать инопланетянами. Ну-ну, с Россией полоевали. Поиграли в войнушки в Ираке, Сирии. Косово и что? Да ничего. Пустое место. В общем, не добились ни хрена. Вот теперь они будут воевать с инопланетянами. Владимир Путин раскритиковал губернаторов за состояние дорог в регионах. Да, действительно. Это самый адекватный ответ. Зулиха открывает глаза стал самым рейтинговым сериалом года. Гарном не интересуемся, кроме дачного. В Краснодаре полицейский остановил движение, чтобы утка с утятами перешла дорогу. Ну, умнички. Доброе сердце у вас. Счастливого пути всем. В США полицейский помог утятам перейти через парк. О-о-о, какие мере косы молодцы, утят ведут. А людей бы уже перестреляли, хоть безоружных, хоть инвалидов. Умер глава Ставрополя. Ни хрена не хоронить. Пусть до 65 лет работает. Он же точно голосовал за увеличение возраста. Поставьте гроб в кабинете, пусть гниет. На этом все. На самоизоляции старайтесь жить мирно и отношения выяснять только интеллектуально. Например, в квиз-плизе. Ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на канал, но не забывайте, что блогеры люди третьего сорта. Кстати, в старину наши воины были, не все, конечно, но большинство, они обладали техникой, как тебе сказать? О-о-о, блядь, продукт лучшего в мире советского образования. Так говорят, железного тела, они ходили в состоянии транса и рубили врага налево-направо. Там один воин мог 100 человек свободно зарубить и практически не получал увечий. Охуенно. Ой-ой-ой. Так, да, железные человеки, да. Так, русский логос в чате пишут. Откуда столько шизы? Ну, слушай, а разве мне что-то другое заказывают на стримах на просмотр? В основном шиза. Ну, потому что шизов забавнее смотреть, чем психически здоровых людей.